Авторские фильмы снова на афишах киноконцертного зала Пензы и самых популярных городских кинотеатров. Фестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мажохина состоится в 13-й раз. Вместо привычных трёх дней на этот раз он продлится пять. Проект получил мощную финансовую поддержку, субсидию от Министерства культуры России и выиграл грант правительства Пензенской области. Но из-за коронавируса список приглашённых гостей пока не утверждён окончательно. Предполагается, что на открытии будет народный артист России Сергей Никоненко. Картины будут те, которые останутся в истории российского кинематографа. Это будет фильм Павла Лонгина, который Исаф в Пензе, наверное, не видели. Это будет картина Глеба Панфилова, нового Ивана Денисовича, за лучшую мужскую роль в этом фильме. Филипп Янковский получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Лакарно. Не где-то в России даже в Лакарно. 12 показов игрового кино и где-то 6 сеансов документального кино в Пензе и в Пензенской области. Конечно, основной площадкой будет Пенз-концерт, традиционно, где пройдёт открытие фестиваля, где пройдёт закрытие фестиваля. Но также к нам присоединяются и кинотеатры, город Кузнецк, ну и, конечно, родина Мажухина Кондаль. Мужская роль – это традиционная ещё и попытка воспитать зрителя, его вкус и любовь к немассовому киноискусству. А потому в этом году организаторы проведут два мероприятия вне программы показов. Это нескучная лекция от критика Егора Беликова и круглый стол об образовании в кинематографе. Ну а тем, кто просто хочет посмотреть фильмы, необходимо заранее взять бесплатный пригласительный. 26 ноября традиционно в кассе филармонии по адресу Суворова 215. Ну а посещение мероприятий будет возможно в наше современное время при предъявлении QR-кода о вакцинации или предъявлении QR-кода о том, чтобы переболели не более 6 месяцев, или официальный медотвод. Но при этом заполняемый зал у нас остаётся 50%. Это же касается и городских кинотеатров. Пригласительные там тоже будут раздавать в кассах. Фестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мажухина стартует в Пензе 1 декабря.